Челябинский студент И сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» Сергей Замоздра, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики Челгу. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Очень приятно в этот день видеть вас в нашей студии. Вообще, насколько, на ваш взгляд, развита научная деятельность у нас в городе, в области? У нас она очень развита, поскольку исторически к нам переехало много центров промышленных, тот же Танкоград, и поэтому наука у нас на высоком уровне. А вот по астрономии? Далеки мы от этого? Астрономия тоже к нам близка, потому что у нас, во-первых, есть городцы Макеева, где делают ракеты, там есть профессиональные астрономы, ну и, во-вторых, мы кадры поставляем для наших отечественных и зарубежных научных организаций. Вы ведете активную преподавательскую деятельность, сотрудничаете с молодежью, можно сказать. Вот как подрастающее поколение относится к науке? Есть ли у них интерес вот именно к этой сфере двигаться и развиваться дальше, глубже, серьезнее? К сожалению, конечно, нет такого культа науки, как был в Советском Союзе. Там как-то больше уважали, ценили ученых. Теперь новые модные профессии, банкиры, программисты. Поэтому, конечно, у нас сейчас мало кадров, но, по крайней мере, мы видим, что человек 5 из 50 – это фанаты, которые дальше будут двигать науку. Но среди ваших студентов есть совсем уникальный, да, на сегодняшний момент человек, который, возможно, революцию совершит в научном мире? Ну да, я надеюсь, что он вырастет, он пройдет все болезни роста, метания, искания и станет настоящим ученым. И, возможно, благодаря ему, уж давайте открою этот секрет, возможно, может быть, появится машина времени, да? Да, да, он – это его мечта, да. Ну, это будет очень любопытно, если все это произойдет. Ну, вообще, вы всю жизнь занимаетесь звездами, наблюдаете за ними, изучаете их. Вот последние открытия в этой сфере есть какие-то, которые, возможно, вас вдохновили или обрадовали, задели как-то? Ну, я даже больше не звезды изучаю, а то, что между ними. А, конечно, открывают новые типы звезд. Например, звезды, которые имеют магнитные поля больше в миллиарды раз, чем на Земле. Или звезды, которые могут, взрываясь, нарушать всю галактику. Это так называемые гиперновые. То есть астрономы, я думаю, раз в 10 лет что-то новое открывают. Как вы с открытиями? Вот, например, научно-фантастические фильмы. Вот здесь случаются для вас открытия какие-то? Или это все-таки художественный вымысел и не более этого? Фильмы научно-фантастические я очень люблю. И, допустим, фильм «Интерстеллар» сделан с помощью профессионалов, астрофизиков. Поэтому он в научном плане безупречный. И вот я люблю именно такие фильмы, где все на последнем уровне науки. А как же художественный вымысел? А он обязательно нужен, без него неинтересно. Надо же добавить еще вот сюжет, интригу какую-то. Поэтому это нужно. В свое время вы стали свидетелем ЛО. Повторялись ли эти случаи? Пока это было два раза. И ведь, чтобы ЛО видеть, надо часто смотреть на небо. Время нужно, условия, чтобы не было облаков и так далее. И вот пока мне повезло два раза. Я думаю, есть люди, которые видели их и ближе, и чаще. Ну, в основном это, конечно, летчики. Ну, те, кто вот в небе постоят. Ну, у нас вот современный прогресс, он развивается так лавинообразно, очень быстро, стремительно. И вот каковы ваши прогнозы? Когда мы сможем отпуск на Марсе отметить? Отпуск на Марсе, я думаю, лет через 50. Проблема защититься от радиации, которая между планетами есть. Мы сейчас магнитным полем закрыты. А чтобы лететь на Марс, надо его проткнуть, земное магнитное поле. И два месяца или три без защиты быть. И вот если мы сделаем такие ракеты с толстыми оболочками, то будем летать на Марс. А, допустим, вообще, как наука развивается? Сейчас есть некоторое насыщение, потому что многих пугает быстро развитие науки. Поэтому включились некоторые тормоза. Сейчас так называемая эпоха технологической сингулярности. Это очень быстрых изменений. И это на самом деле опасно. То есть мозг человека может быть не готов к таким быстрым изменениям. Спасибо большое, что нашли время. Зашли к нам. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» был кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики ЧЛГУ Сергей Замоздро.